В поселке Заря Горностаевского сельского поселения 24 января 2018 года местные жители вместе с Галиной Родиной и главу администрации Горностаевского сельского поселения обсуждали вопрос о реализации муниципальных инициатив. Решение о ремонте сельского дома культуры, строительстве спортивной площадки и оборудовании хоккейной коробки встали на повестку дня. Те граждане, которые заявляют о своем желании реализовать какой-то проект в границах своих территорий и готовы в каких-то размерах софинансировать реализацию этого проекта, получают значительную финансовую поддержку правительства Рязанской области. Начальник отдела культуры, администрация муниципального образования Михайловского муниципального района Рязанской области Елена Ворожеева вместе со всеми приняла участие в обсуждении инициатив. Программа действует с 2017 года, но она рассчитана до 2020 года. Свои проекты, которые, вот сейчас обсудим, да, какие первостепенные, надо заявиться по ним в первую очередь. То, что подешевле, можно попозже, там, все равно сроки свои есть, но на случай, если вдруг не успеется, да, не получится войти в эту программу, будет возможность с этими проектами заявиться в следующий год. После того, как был определен предмет финансирования и процентная доля вклада от населения, путем голосования на собрании избрали инициативную группу в лице Самохиной Натальи, Кузьминой Екатерины и Елены Семиной. Мы очень хотели и обращались во все инстанции насчет ремонта нашего клуба, потому что дети у нас в поселении, ну, некуда им податься, в общем-то. Мало заняты. Также мы обращались насчет спортивной площадки и хоккейной коробки. Даже своими силами пытались сделать хоккейную коробку. Дети с энтузиазмом приходили на лед, расчищали, варили сами мы ворота. Но если будет, как говорится, все по стандартам, то это будет вообще просто прекрасно, потому что детям нужно развиваться. Владислав Окороков, Александр Каратаев и Евгений Быстраков специально для Будней.